Встреча с мэром была запланирована еще в марте. Тогда члены парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества были в Сочи в качестве наблюдателей на президентских выборах. Выборный процесс на курорте представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана назвали демократичным, а сам Сочи – городом улыбающихся людей. Политическая миссия завершилась, а желание сотрудничать только растет. Сегодня парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества готова поддержать Сочи в вопросе развития морских магистралей между портами побережья. Возобновить круизные линии в том числе мэром городов Румынии, Болгарии, Турции предложил глава курорта Анатолий Пахомов. Мы вместе с мэрами, как вы заметили, приглашаем и туроператоров, и владельцев круизных лайнеров для того, чтобы в принципе уже за одну встречу поставить политическую точку между нашими межмуниципальными городами, межмуниципальными связями. И дальше экономическую уже будут ставить туроператоры. У нас появится и дорожная карта, которая приведет к тому, что со следующего года, с июня месяца начнется круиз. И это все делает наш город все больше и больше вот самым таким настоящим туристическим центром, при том многофункциональным, по разным направлениям. Встречу с мэрами причерноморских городов назначили на конец сентября, в период проведения Формулы-1. Это будет не только развитие туризма. Я думаю, что на фоне туризма установятся различные отношения. Это может быть стимулом и для развития промышленности, текстильной промышленности, продуктовой промышленности, сферы обслуживания. Поэтому вот этот шаг, который сделал Анатолий Николаевич, я думаю, что он очень важный шаг. И уже, вот когда я сюда приехал, несколько мэров городов уже обратились, что вот в Сочи мы слышали, что такая идея есть. Уже из Болгарии, из Варна, из Бургаса мэры обратились, что они готовы участвовать. И более того, это будет прекрасный пример, как мэры должны предлагать важное мероприятие, чтобы развивать не только свой город, а вообще все в Причерноморском побережье. Сейчас речь идет о 10 рейсах в сезон летней навигации. В каждом по 2000 человек, соответственно, на два десятка тысяч туристов в Сочи будет больше.